Севастополь, Москва, Ярославль, Муром, Брянск, Нижний Новгород, Тольятти, пишите, я успеваю читать, Владимир, Томск, Питер, наша огромная Россия. Я вас всех поздравляю, что вы сегодня уделили время нашему замечательному вебинару, потому что мы будем говорить с вами о здоровье, мы будем говорить с вами о спорте, и мы будем говорить с вами о предстоящем нашем вижн-марафоне. А помогите мне еще, пожалуйста, начать и скажите, кто сегодня уже прогулялся по хорошей погоде, кто, может быть, сделал пробежку, кто, может быть, сделал комплекс упражнений для того, чтобы я был коактивные спортивные люди сегодня у нас в нашем чате. Да, Елена Коваленко, вижу, ты первая. Инесса, Дмитрий Лобанов. Ага, вижу, вижу. Спасибо вам за участие, но народу отметилось, ну, конечно, наши наставники. Спасибо. Да, я вас рада приветствовать. С вами Татьяна Голдина, и, глядя на мой слайд, вы можете увидеть, что я также имею большое отношение к спорту. Я в прошлом спортсменка и добилась неплохих результатов в своей карьере, но я вам могу сказать и признаться, что, к сожалению, когда я ушла из спорта, я не интегрировала свою жизнь в ежедневные физические упражнения. И думаю, что таких людей, как и я, в нашем наберется, если есть такие смелые, пожалуйста, поставьте себе пятерку за смелость. Почему? Потому что именно в решении старта нашего вижен-фитца, нашего проекта мы сегодня с вами будем говорить о том, и будем, чтобы наши ежедневные хорошие, правильные привычки были у нас каждый день с нами, чтобы мы были более спортивные, более подтянутые, более здоровые. Да, спасибо вам. Это была потрясающая вечеринка в стиле Малибу в Москве, где также большое внимание было уделено спорту. И, безусловно, когда мы говорим о спорте, наверное, вы со мной согласитесь, что в каком-либо соревновательном процессе заниматься физкультурой, заниматься спортом всегда интереснее, когда нас много, когда мы находимся в каком-либо коллективе. Если, согласно, ставьте плюсы, то даже я могу сказать, что мне всегда привлекательнее входить в спортивную, так скажем, жизнь, в спортивную атмосферу, я с кем-то. Если я в паре занимаюсь, если я занимаюсь в коллективе, то я могу где-то даже отлынивать. И в нашем проекте, если у вас сейчас такого коллектива нет, куда можно примкнуть среди ваших знакомых, то VisionFit – это именно тот инструмент, тот проект, который позволяет нам вокруг себя объединить людей, которые также, как и мы, мечтаем заниматься спортом, мечтают его интегрировать в свою хорошую, так скажем, ежедневную либо причине, они пока что это не начали делать. И вот когда я говорю, что мы немножко с вами порассуждаем, а зачем же нам нужен спорт и, как следствие, уже красивое и сильное тело? Потому что ведь красивое и сильное тело – это не тут успеха, хотя психологи отмечают, что физически привлекательные люди имеют больше шансов продвинуться по звать, больше доверия. Мы также с вами прекрасно сегодня понимаем, что болеть становится абсолютно невыгодно. Совершенно поменялась сегодня, так скажем, наша социальная жизнь. И если посмотреть на спорт именно с физиологической точки зрения на этот вопрос, то мы с вами прекрасно также и понимаем, что совершенно не оспариваем тот факт, что прежние условия жизни были абсолютно другими. Наши предки очень много двигались, проходили в день нескольких десятков километров, переносили огромное количество грузов, в ходу тысячу, так скажем, в плечах. И, безусловно, непрестанные физические усилия формировали строение тела человека. Конечно, потом условия жизни менялись, мы с вами также меняемся, но когда я готовилась к этой конференции, я для себя узнала некоторые новые факты. Я думаю, что вот здесь как раз понимание того, как же наше тело устроено, оно позволит нам сегодня более прийти к тому формированию правильной привычки ежедневно заниматься спортом. Многие системы нашего организма ориентированы именно на движение тела с высоким количеством больших нагрузок. То есть в нас это заложено. Вот как пример. Лимфа перескнула с усилием, что-то быстрее обновляется и избавляется от достойных явлений. Нервная система под воздействием физических усилий получает поток эндорфинов, гормонов счастья, нейтрализующих разрушительные действия отрицательных эмоций. И пищеварительная система работает гораздо больше. То есть сейчас, когда мы с вами представляем, как сформировано наше тело, и за счет именно физических усилий, насколько правильно оно работает, мы можем с вами понимать, что ежедневные физические упражнения дают нам тот необходимый баланс между здоровьем для того, чтобы мы с вами понимаем, физически работаем, тем эффективнее работает организм, он очищается, регулируется и оздоровляется. И у меня, безусловно, к вам есть хорошая новость, потому что я сказала, что не все сегодня, так скажем, уделяют большое внимание или, скажем, большую часть своего времени здоровью, но, тем не менее, наш проект VisionFit, он, потому что именно за счет того, мы будем с вами и формировать правильную привычку. И я могу сказать, что именно вот как раз говоря о привычке, мы им очень привержены, мы любим то, что нас окружает и ежедневную жизнь. И, безусловно, когда мы с вами начинаем с себя что-то новое, первое время, извини, и по своему обычному образу жизни, мы испытываем определенный момент. Через какое-то время наша новая традиция становится частью нашей жизни, начинает приносить нам удовольствие, радость. И как раз безусловный плюс нашего проекта в том, что он не одинаково сезонно с вами проведем вместе. Я знаю, что ребята, наши наставники по окончании каждого сезона будут нам давать домашние задания и будут нас контролировать. И, безусловно, этот год, который мы проведем с вами в хорошей физической активности, позволит нам быть с вами более сильными, красивыми, подтянутыми, сформировать эту привычку. И, так скажем, к сезону уже следующего лета прийти в очень отличной, потрясающей форме. И следующий слайд – здоровый образ жизни. Специальные действия, направленные на сохранение и улучшение его здоровья и практику заболеваний. И сегодня говорят, что такой ЗОЖ, он нам уже без доли сомнений ответил, что это здоровый образ жизни, потому что сегодня и государство, и большое количество людей все больше обращает свой взгляд в этом направлении. И так как многие из нас уже многие время в компании Vision, сотрудничаем с компанией Vision, мы говорим, что здоровый образ жизни – это совокупность физического, психологического благополучия, удаляющего индивидуальным потребностям личности. И, безусловно, идея здорового образа жизни – это именно первичная профилактика болезней тела и души, когда сам человек отвечает за качество своего здоровья. И в научной литературе доказано, что здоровье прежде всего зависит от образа жизни человека. 50-55% зависит от нас, вами, и уж затем медицины и коллективы. И в рамках нашего предстоящих Vision проекта, фитнес проекта, я для себя могу сделать вывод, почему я сегодня очень увлекательна этим проектом, почему я общаюсь со своими знакомыми, сама нахожу с таком воодушевлении. Вывод очень простой. Понимаю, что за это время я научусь делать тренировки, которые мне на протяжении уже в будущем и своей жизни. И тем самым, благодаря этому проекту с пониманием, с осознанным, так скажем, входом в него, я смогу уже спорт интегрировать в образ жизни и понимать, что мне это принесет только пользу в моей фигуре и здоровью. И также мне хотелось бы обратить ваше внимание на статистические некоторые данные. Как говорил Ильфа Петров, статистика знает все. Я опиралась на статистическое количество опрошенных людей. Мы можем видеть один, мы можем видеть в других опросах другие проценты, но тенденция такова, что сегодня действительно большое количество людей начинает обращать внимание на здоровье и вредных привычек, начинает ежедневно делать какие-либо физические упражнения, начинает следить за своим питанием. И вот если на этом слайде мы видим, что регулярно занимается спортом, 23% России в этом году, задача этой программы, чтобы более 60% населения занималось спортом, мы с вами находимся в правильном направлении. Но также на этом слайде мы с вами видим еще один очень хороший для нас показатель, что из общего числа опрошенных большинство занимаются дома. И действительно, почему многие сегодня возможно не умея планировать свой рабочий день или исходя из того, что она находится в каких-либо фитнес-клубах, больше обращает свое внимание на то, чтобы делать профилактические какие-либо упражнения именно у себя дома. И это тоже большой плюс, потому что наша программа фитнес-клубах, очень простые, доступные, эффективные упражнения, которые вы можете делать абсолютно все. И тем самым мы с вами находимся, еще раз скажу, в нужном направлении, потому что этот фитнес-проект мы сможем с вами предложить абсолютно каждому из наших знакомых. как мы уже видели, обращая внимание на другие статистические данные, 2015 76 статистик все одежда обращает внимание все больше и больше на спорах. Есть удивительные вещи, такие как пожилые люди в возрасте 80 и старше сегодня очень активно в своей жизни упражнения, которые позволяют чувствовать себя лучше. Находимся в правильном направлении, мы понимаем, что вокруг нас есть наши знакомые, есть, возможно, незнакомые, с которыми мы будем формировать свой коллектив, чтобы заниматься в нашем фитнес-проекте, но, тем не менее, знаем, что люди сегодня действительно хотят выглядеть лучше, хотят быть здоровее, хотят привлекательнее выглядеть, и это большой плюс все есть, и мы с вами этих людей привлечь к нам в фитнес-проекте. И что еще очень важно, когда мы с вами говорим о здоровом образе жизни, когда мы говорим улучшение привычек, мы видим, что владеть способностью вести здоровый образ жизни, это значит иметь специальное знание о том, что является полезным, а что нет, как необходимо себя дисциплинировать, как выстраивать правильный режим дня, как выполнять специальные которые будут необходимы, как принимать правильно пищу и какую еду. Вот именно способность вести жизнь, это значит иметь специальные знания. И безусловно, сегодня у нас не не располагает огромным количеством дня, и мне бы наверх не хотелось приобрести все эти знания, чтобы наши действия, которые мы будем дневно с вами выполнять, перешли в навык, который будет уже автоматически действительной с вами вещь. Наш фитнес-проект ведут лучшие из лучших, лучшие фитнес-индустрии, элитные тренера ворк-класса, ребята, которые сегодня работают со знаменитостями, ребята, которые разрабатывают своими соединениями, присоединиться, быть в числе их подопечных, в этом проекте, это великое счастье, потому что, безусловно, говоря о них, говоря о профессионалах в своем деле, я понимаю, что эти ребята стоят очень дорого, я понимаю, что не всегда у нас есть возможность, вот даже здесь, находясь в своей стране, быть с ними ежедневно, так скажем, и посещать их занятия для нас с ними спорта, но Vision Fit, именно этот проект, дает нам каждому уникальную возможность, дает каждому из наших знакомых, для них лучшие знания, получить для себя ту программу своего развития, которая позволит каждому из нас быть лучше, спортивнее и здоровее, и стоит все это, ну, это стоит вообще ничего не стоит, и ребята, проект начинается 29 октября, есть уникальная возможность сегодня, до 5 октября, кто еще не в свои купоны, или только планирует это сделать, сделайте обязательно, привлеките более большое количество своих знакомых, чтобы это была команда единомышленников, чтобы вы занимались вместе, потому что это энергия, энтузиазм, это возможность каждым днем общаться, становиться, раскрывы появляются, что вы делаете хорошо, что не получается, то есть это эмоция нашего проекта, и тогда мы получаем шикарный бонус, мы получаем с вами дополнительную конференцию, вебинар с ребятами, где они раскроют свои секреты, которые позволят нам с вами, уже владея этой информацией, подойти к проекту более грамотно, подойти к проекту более в лучшей физике и начать с первого дня буквально выполнять все, что нам ребята будут говорить. Итак, дорогие мои, я на этом танчиваю свое выступление, я рада вас была всех видеть, четыре недели до старта очень эмоционально вовлечем в этот проект еще большее количество людей, и сейчас я передаю микрофон нашим наставникам, сегодня хотят поделиться своими знаниями, потому что для них спорт это жизнь, они действительно сегодня хотят каждому, чтобы каждый человек хотя бы малую частичку своего времени ежедневно уделяло спорту, понимая, что их знания помогут огромному количеству людей добиться более хороших, правильных результатов. Я бесконечно от вас новой информации и с удовольствием передаю вам парфон. Старайтесь лучше сильнейшими. спасибо вам. И давайте проплюсуем те, кто был в памяти. Можно я сейчас к сожалению только в чате от как с и и с и с и и и О, вот они, ой, поцелочки пошли. Псу. Вот это. Немножко. Затягиваем. Затягиваем. Будем и... У нас будут еще зарядки. Затягиваем. Затягиваем. Рождеством. Благодаря. Поверяем. Ого. Ого.